Если бы я был режиссером, а не синоптиком, чтобы соединить век и погоду, я бы экранизировал роман «Бегущая по волнам», так сказать, альтернативную версию. Впрочем, жизнь еще более непредсказуемая, чем кино, и некоторые люди бегут из Америки для того, чтобы присоединиться к участникам Минского полумарафона. Приветствую Манхэттен! Привет, Беларусь! Привет из Манхэттена. Все, собираемся лететь. Вылетаем через 3 часа. Сейчас в аэропорт. Не могу дождаться, чтобы пробежать 10 километров в Минске. Никогда не бегал. Очень-очень рад. Здесь погода жирковата. Хорошо, что я проверил в Минске. Хорошая очень погода. Нет пухоты у вас. Сейчас здесь 35-34 градуса по Цельсию и душно. Моя подружка тоже, кстати, она снимает. Один раз была в Минске, когда холодно было. Сейчас ездит болеть, посмотреть на Минск, когда тепло. Привет, Беларусь! Я рада, чтобы посетить вашу красивую страну снова. Я рада, чтобы выстрелить всех этих игроков. До встречи, друзья! Пока! Кстати, бег, как и погода, полон сюрпризов. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме африканец запомнился не только победой, но и тем, что просто оделся по погоде. 2 часа 15 минут он бежал босиком. А из 30 марафонцев на Олимпийских играх в Париже в 1900 году только семеро преодолели финишную черту. Остальные просто заплутали на городских улицах. Самым медленным марафонцем стал японец, который преодолел дистанцию через 54 года. Он заблудился на Олимпийских играх в Швеции и долго считался пропавшим без вести, пока его не нашли журналисты и не заставили завершить дистанцию в Стокгольме. Этим летом белорусская Ольга Мазуренок вошла в историю марафонского бега не только как обнадатель золота, но и благодаря героической стойкости на жаркой дистанции. Предлагаю узнать у нее лично, как, несмотря на перепады температур, выйти победителем. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Дмитрий. За Вашим выступлением на чемпионате Европы следило не только тысячи, наверное, миллионы людей в прямом эфире. Повлияла ли погода на Ваше выступление? До нашего приезда температура поднималась до 40 градусов, буквально до старта, до субботы. Температура опустилась, наоборот, до практически 18, было достаточно прохладно. И именно в день старта температура снова повысилась очень сильно. И я так думаю, что это все от больших перепадов температуры и давления атмосферного. Завтра ожидается у нас вполне для осени комфортная погода. Температура как раз от утренней часы будет около 20 градусов тепла. Что Вы посоветуете, что завтра одевать спортсмену, выходя на старт? Может быть минимум одежды? Несмотря на то, что на стартовой линии Вам покажется немножко прохладно и свежо, я рекомендую не одеваться слишком тепло или одевать какие-то длинные лосины, ветрозащитные костюмы, а все-таки выйти более в облегченном варианте, то есть это шорт и майка. А может ли вот как раз погода повлиять на результат? Можно же на улучшение результата? Для марафона это как раз-таки один из важнейших факторов. Профессиональные марафонцы свои отборочные квалификационные марафоны бегут либо осенью, либо весной. Очень сильно зависит температура бега, это безусловно. В 25 градусах все-таки очень сложно показать свой личный результат, поэтому все бегут в то время года, когда есть температура плюс 15-17 градусов. Ветер это также один из важнейших факторов. Ветреные условия очень сложно показать, хороший результат, потому что на протяжении 42 километров очень сложно бороться. Вы бегали в разных сторонах и на разных континентах. Подскажите, пожалуйста, может быть, вы вспомните какие-то погодные, экстремальные условия, при которых приходилось бегать? Да, действительно, в моей жизни был один марафон, который был такой курьезный. Я выступала в Омске. Дело в том, что старт дали нам практически в 5 часов вечера. И Сибирь, я думаю, вы знаете, что такое Сибирь летом и зимой. В общем, на тот день температура воздуха составляла 40 и выше градусов. Ни один элитный бегун, к сожалению, не смог завершить свою дистанцию. А я так очень хитро начала сзади соперников и потихоньку-потихоньку вырвалась в лидеры. И получилось так, что я стала абсолютным победителем марафона, то есть среди мужчин и женщин. Спасибо, Ольга, за увлекательную беседу. Желаю вам, самое главное, спортивных успехов и чтобы в вашем доме всегда была отличная погода. Спасибо огромное. Это самое главное. Спасибо. Кстати, о беге. В Европе участие в беговом марафоне может стать важным аргументом при приеме на работу. Европейские работодатели всерьез считают, что люди, способные преодолеть сложные дистанции, лучше других могут ставить цели и системно подходить к их выполнению, несмотря ни на какие трудности. Мне же, как синоптику кажется, что они просто в любую погоду первыми прибегают на работу. С вами был Митю Гид на телеканале ОНТ. До следующей субботы.